Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Меня зовут Элла, для тех, кто видит меня впервые. И здесь у меня всё про парфюмерию. И, дорогие мои, сегодня я хочу по-быстрому рассказать о своих ароматах, которые обычно наши только в холодное время года. На лето, в общем-то, на весну я их задвигаю подальше, но вот сейчас попробовала их поносить, и, вы знаете, поняла, что и в жару не звучат классно. Они собирают комплименты. Всего 5 ароматов, по-быстрому о них расскажу. В общем-то, кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной. Если вы ещё не подписаны на мой канал, если вы тоже любите вкусно пахнуть, увлечены парфюмерией, подписывайтесь. Я всем всегда очень рада. Как обычно, берите что-то вкусненькое и поехали! И, друзья мои, поскольку я в каждом почти видео говорю вам, что, в общем-то, ароматы существуют для того, чтобы создавать нам настроение. Не существует ни сезонных ароматов, ни каких-то особо предназначенных для чего-то. Так же, как и, по моему мнению, гендера в ароматах быть не может. То есть, ароматы воспринимаемы своим носом, то, что нам нравится, то, что просит наша душа, то и носим. Но именно из-за того, что ароматов огромное количество. Иногда бывает так, что всё равно что-то приходится подальше отодвигать, что-то ближе подвигать, то, что хочется сейчас носить. Вот именно то, что просит душа. И вот эти ароматы, которые сегодня подойдут речь, я их носила обычно в холодное время, осенью, зимой. Но вот сейчас у нас жара, и вы знаете, так получилось, что я делала ревизу, эти ароматы оказались вот рядышком, начала их носить, поняла, как они красиво раскрылись, открыли что-то новое. Поэтому давайте с первого начну ароматы, которые ношу обычно только осенью. Это мой любимый шипр от марки Amouage. Мой любимчик, вообще можно сказать, из женской линейки. Аромат мифы, миц. Вот в такой красивой коробке. Я всегда показываю вам в коробке, потому что мне нравятся коробки Amouage. Не поднимается рукавы бросать. Вот такой же красивый градиентный флакончик. Вот такого цемного фиолетового к сиреневому. И вы знаете, обожаю этот флакон. Мне кажется, и флакон тоже один из самых красивых Amouage. Но вот звучание аромата не подходит вот этому такому жизнерадостному, ну, красивому и нарядному флакону. Аромат довольно минорный. Это красивущий шипр. Конечно же, вот с его присущими характеристиками. Но это, помимо того, еще очень красивый зелено-горький шипр. Открывается он такими яркими и горькими цветами. Хоризонтемой, нарциссом. Это то, что вот я люблю, лист фиалки. И, вы знаете, еще есть мой любимый Labdanum. Сделала этот аромат, кстати, знаменитая Натали Лорсон. Великолепно, выдающаяся, на мой взгляд, женщина-парфюмер. И, конечно же, знаете, вот этот аромат получился настолько красиво раскрывающимся вот на коже. Действительно, как все Amouage. Дорого, богато звучащий. Но это аромат для тех, вот тоже, как и я, что иногда, устав от сладости, хочет чего-то такого вот, знаете, абсолютно того, в чем сладость отсутствует. Вот это вот зелено-горький шипр. И, как мы все знаем, что шипр раскрывается лучше всего осенью. Я, правда, вот осенью всегда достаю, как и другие шипры. Это правда. В 15-18 градусов, вот осенняя пора, знаете, природа, увядание, когда хочется вот слиться, знаете, в экстазе вот этого увядания вместе с природой. Я достаю свои шипры. Ну и вот этот миф и не исключение. Но вот сейчас он мне оказался поблизости, друзья мои. Жара, влажность огромная. Нанесла, вышла. И он так красиво раскрылся. Я поняла, что, когда я носила его осенью, я половину нот просто не слышала. Потому что, помимо вот этой горечи цветочной в раскрытии, красиво проявились вот именно вот эти зеленые ноты. Почти, как я называю, такие болотные. Вот многим как раз этого аромата не нравится, вот эта болотность, как будто стебли в вазе стояли. А я, наоборот, балдею вот от таких зеленых нот. И во влажности летом они так красиво прям раскрылись. И вот базовые ноты аромата. В базовых нотах это вот дубовый мок, кожа и мускус. Так вот здесь появилась какая-то действительно такая шероховатая кожа, которую я вообще не слышала. В общем, аромат открыл какие-то новые грани. Я поняла, что летом тоже такой аромат носить. Ну и вот в этой влажности, в жаре просто красивую раскрытие. Не зря все-таки марка Муаш это арабская, где, в общем-то, жарко и ароматы скроены так, чтобы и в жару раскрываться красиво, в том числе и шипры, как оказалось. В общем, красота. Кто оценит этот аромат, возможно, даже вам сделают комплимент. Мне делали на этот аромат комплимент. Но я и не жду, как я вам говорила, комплиментов. Мне, в общем-то, все равно. Я обожаю ароматы. И это, как я уже сказала, один из моих любимчиков. Была моя ошибка, что не носила летом. Сейчас буду носить. Ну а следующий аромат, это тоже, который я, в общем-то, зимой носила. Немножко не так давно у меня в коллекции. Это аромат от Atkinson's Amber Empire. У Atkinson's вот эти огромные объемы, такие фляжки, которые, знаешь, так приятно держать в руках. Ну, конечно, огромный объем. Даже не знаю, насколько мне его, вряд ли мне его удастся вообще сносить. Ну и покажу вот эту яркую коробочку. Обожаю эти коробки Atkinson's. Особенно вот такого цвета жизнерадостного. Обожаю этот цвет. Кстати, заметила, что сегодня две вот эти коробки, они как-то перекликаются по свету. Но это упаковка, не будем на этом застрять внимание. И Amber Empire. Это аромат, знаете, в котором много ванили. Много довольно такой сладости. Несмотря на то, что здесь есть еще чай улу, но аромат не про свежесть. И я почему-то думала, что этот аромат вот всегда, ну, так считала, что в жару он будет душить вот этой своей сладкой составляющей, а именно ванилью. И вы знаете, ты уже ошибалась, потому что сейчас, ну как, конечно, сладость в жару остается. Но вот сейчас, нанеся в жару этот аромат, я тоже услышала какой-то новый нюанс звучания. Мне очень понравился. Во-первых, он меня не придушил. Нот не так много. Этот аромат про чай улун. Здесь еще есть моя любимая мира смола, ваниль и ладан. То есть не так много нот. Вы знаете, и поскольку есть еще, кстати, нота сандала, есть некая молочность. Вот, друзья мои, честно вам скажу, как пахнет чай улун, вот, правда, не знаю, потому что никогда не пила его. Но вот не хочу выдумать, стоять и рассказывать вам, ох, блин, какой тут классный чай улун, ребята, прям. Ну вот, ну не знаю, честно, ну имею право, правда, никогда мне не попадался этот улун, не пробовала его. Но поскольку я знаю хорошо, как пахнет черный, зеленый чай, я хочу сказать, что здесь вот слышится какой-то чай, но он, правда, вот не черный, не зеленый, какой-то такой необыкновенно тонкий, приятный, как будто с молоком. Какой-то разбавленный чай, мне кажется, молочность дает сам сандал. Но в жару я услышала еще какую-то, знаете, ликерность. Как будто добавили в этот чай еще капельку какого-то ликера, бальзама. Вот как-то раскрылся вот этими такими даже немножко алкогольными нотами, красиво. Тоже очень глубоко раскрылся аромат, и эта ваниль очень красиво заиграла. В общем, я поняла, что такие ароматы можно носить, если самих вас не придушит. Хотя уже готова была его запрятать далеко-далеко, но пока ставлю, буду еще экспериментировать. Вот сейчас в эту жару, может, еще в дождь попробую. В общем, этот Amber Empire, который я люблю тоже осенью-зимой, летом тоже хорошо себе показала. Ну и следующий парфюм, это один из ароматов, что мы говорим, от ненависти до любви. И знаменитая Aura Mugler, вот в этом красивущем зеленом сердечке. Дело я вижу даже в парфюмерных кошмарах о нем рассказывала. Но вы знаете, друзья, все течет, все меняется, и наши вкусы тоже. Сначала этот аромат меня просто доводил до бешенства. Своей какой-то ванилью и своими, знаете, почти затхлыми зелеными нотами. Вот именно этот аромат. И я не знаю, почему я ее так сначала не излюбила, но потом вот потихоньку, как бы, на все вразное время года, вернее, в разную погоду, я тоже начала понемножку к нему проникаться. Но здесь вот такая насыщенная ваниль, которой тоже я боялась, что в жару мне просто от нее будет плохо. Плюс еще вот эти болотистые ноты, которые тоже как бы не дают свежести желаемой в жару. Но вы знаете, тоже вот сейчас оказался под рукой. У нас очень большая влажность, вроде как не очень высокие температуры, но очень жарко за счет большой влажности. И вот именно Аурен от Мюглер, вот этот такой колдовской, почти ведьминский, мне кажется, аромат, вот красиво раскрывается. Конечно, он и в дождь будет красиво раскрываться. Я хочу еще оставить, когда у нас будет на жаре, такой какой-то дождь пройдет, чтобы вот в этой влажности еще его прочувствовать. И он вот, знаете, раскрывает все вот это вот колдовское свое зелье. Не зря в рекламе я всегда выкладывала, реклама этого аромата была, там какая-то прям, ну не русалка, как лесная нимфа была вот на таком зеленом фоне. И вот этот аромат точно, я вам говорила, когда я его не любила, мне мерещились кикиморы болотные, потому что я вам говорила, этот аромат помимо ванили отдает каких-то, какой-то такой болотцам. То есть такой болотной вязочкой, то есть какой-то такая вот зеленая здесь не чистая, как кристально свежая, а именно такая немножко затлая, затклая, как вот болотца. И это действительно так, но вот в жару, понимаете, вот как бы поднимается это испарение влажность, и ты ощущаешь себя действительно, как будто ты вот стоишь вот где-то в джунглях, среди вот этой растительности вот этих лианг, таких огромных, гигантских. И как будто вот какой-то такой аромат какого-то диковинного цветка тебя пьянит, окутывает. Но если говорить о нотах, то, конечно, здесь действительно такие ноты, зеленые ноты, листок ревеня, то, что создает такую, знаете, вот именно зеленость. Но и вот эта вот ваниль такая вездесущная, прям, знаете, я бы сказала, окутывающая тебя, дурманищая. И несмотря на то, что, конечно же, есть и другие ноты в этом аромате, но для меня это вот аромат про вот эту вот зелень, такой вот не с таким вот характерным ароматом, вот как действительно в такой влажности зелень пахнет, бывает, даже не затклась. Я не знаю, как правильно назвать этот аромат, но в общем, вы меня, наверное, поймете, вот именно во влажности ощущается вот эта зеленость. И вот эта ваниль. Но ваниль здесь просто божественная. Вот правда, если отбросить все вот эти неприятные моменты, которые когда-то мне нравятся, но ваниль здесь просто шикарный. Этот аромат действительно колдовское зелье. Он собирает просто кучу комплиментов. Кстати, забыла сказать, что это у меня версия о Де Парфам. Потому что есть и классная туалетка, есть и Сесуэль, версия, которая тоже мне понравилась, но, к сожалению, их уже то ли сняли, их уже в продаже у нас нет. Ну, а вот этот аромат прям вот еще хочу в дождь, и сейчас прям в жару классно зазвучал. Прям действительно какой-то чувствуешь себя вот этой вот чарующей нимфой, когда наносишь этот аромат. Ну и, конечно, комплименты, комплименты, комплименты. Удивительный аромат. Вообще ароматы мюглеры имеют какую-то такую необычную председательность. Действительно колдовское зелье в этом красивом сердечке. Ну и еще один аромат, который тоже исключительно думала будет зимний, вышел это новинка прошлого года, аромат Девушен от Дольче Габбана. У меня это тревел-версия 10 мл, который я вот когда купила, я вам показывала набор, мы с вами распаковывали. Там была помада от Дольче Габбана, еще что-то, и вот этот десяточка. Я буквально вот в охотку поносила, и вы знаете, убрала, потому что когда у нас началась уже весна теплая, и сейчас даже не помышляла летом носить, но вот тоже, проходя мимо, ну лежит, знаете, такой, думаю, уберу его сейчас, надо нанести. И вы знаете, тоже вот нанесла, и поняла, что нет, его я не уберу, потому что здесь за счет того, что здесь все-таки есть, пусть даже вот засахаренный, как заявлен кондитерский лимон, но именно за счет этого лимона аромат вот не просто гурмазки, а это просто гурманика такая, знаете, прям вот, ну ого-го, настоящая съедобная гурманика, сладкий тоже аромат, но за счет вот этого засахаренного лимона вытягивает вот в эту какую-то все равно, пусть даже гурманику, но с вот этой толикой свежести этого лимона. И как вот лимонный сорбет, лимонный пудинг, и знаете, в общем-то, этот аромат, я уже начала говорить, вышел в прошлом году, была новинка в прошлом году, и вышел он к Рождеству. Создал его великолепный Оливье Кресп, который много, в общем-то, ароматов для Дольче Габбана создал, и, знаете, этот аромат вот для меня была ассоциацией натурального с Рождеством, с такими рождественскими посиделками дома, вот обычно много-много пирогов всегда приходится есть, знаете, вот этих панатоний, как они здесь называются, с чаем, с кофе, и вот эти вот лимонные всякие десерты, тоже корочки засахаренные в шоколаде, и вот этот аромат, мне кажется, прям так соответствовал духу вот этих таких прям вот семейных праздников рождественских, что я почему-то так и думала, что вот для зимы, для холодов, чтобы согреваться, вот так вот, но нет, классно зазвучал, действительно, съедобная гурманика, ваниль здесь, вот эти засахаренные лимонные вот эти, не корочки, как они, вот эти цукаты, и панакота десерт, и есть нота рома, единственный цветок, по-моему, апельсиновый цвет, и вот это тоже ваниль, вот, наверное, был год какой-то, была очень модная нота ванили, прошлый, прошедший, ванили просто было очень-очень много в ароматах, и это не случайно, в этом тоже аромат она есть, и вот этот вот сладость такого, какого-то, вот я вам сказала, съедобного, вот этого лимонного пудинга, какого-то десерта лимонного, но за счет того, что это все-таки лимонный десерт, вот, летом его тоже можно носить, комплиментарен, кстати, честно скажу, в жару увеличилась стойкость на коже, и шлейф стал более длинным у этого аромата, зимой как-то он немножечко укорачивался, в общем, этот Devotion тоже суперкомплиментарный, в жару тоже, несмотря на то, что ужасная такая прям гурманика, ну и последний аромат, более бюджетный, всегда стараюсь включать, это мой любимчик, Amo Ferragama от Salvatore Ferragama, тоже аромат, который в жару можно поспорить, потому что в нем тоже есть вот эта такая приятная гурманская составляющая, я его всегда называю, это мое такое приятное, вот нежно обалакивающее облачко, он так и звучит, и вы знаете, но не могу, вот настолько его люблю, что сейчас тоже вот пока переставляла, тоже начала так, один день набрызгалась, пошла, и тоже прям вот балдела от его звучания, думаю, нет, этот аромат я тоже буду носить в жару, тоже иногда, можно на вечер куда-то одеть, потому что он меня не душит, мой критерий, кстати, друзья, мой аромат в жару, это то, что душит, то, что меня прям выворачивает, то, что иногда в жару, ну так настолько ничего не хочется, даже какого-то, ну, свежего аромата, и то, что вот в жару, мне абсолютно не напрягает, вот этот аромат, ну, люблю, люблю, что вот слышу его ноты, и мне хорошо, поэтому, а ноты здесь очень интересные, здесь со самого старта, здесь и компари, есть, кстати, моя любимая черная смородина, и интересная нота розмарин, пряная нота, такая довольно терпкая, поэтому очень интересное сочетание, в сердце здесь есть ревень, и вот эта вот кислинка ревеня не дает им аромату становиться слишком сладким, вот понимаете, вот эта кислиночка, она как бы поддерживает вот такую вот эту тонкость, вот эту вот сладость этой, и вот этот вот компари красивый, ликер звучит вместе с этой кислиночкой красиво, ну, и базы, конечно же, это опять вот этот ваниль, нота абраксана, и еще какие-то древесные ноты, но вот абраксан, ту же ноту вот эту синтетическую, которую сейчас везде вот добавляют, дает этому аромату красивый летучий шлейф, потому что абраксан он летучий, и вот эта вот древесная нота делает этот шлейф такой приятный, хотя он, я считаю, вот таким коконом, облачком все-таки аромат, что он как бы вот сидит на вас таким приятным облачком, но вот этот абраксан делает и шлейф заметным, поэтому этот аромат тоже всегда собирает комплименты, ну, как всегда, друзья мои, не то, что я когда-то говорю, мне все говорят, Элла, ну, кто вам сделает комплименты? Ну, конечно же, это ближний круг, какие-то знакомые друзья, иногда незнакомые люди, но это не значит, что я вот надела, да, и вот только вышла из дома, все так кидаются, ох, Элла, какой у вас аромат, ох, Элла, что вы там на себя надели? Нет, просто иногда, или идешь к подруге, она говорит, ой, как вкусно от себя пахнет, или просто идешь, какой-то коммерческий центр, кто-то, центр, кто-то сзади стоит, Приятно за вами идти. Бывает такое, то есть это не то, что прям вот сыпется, знаете, так как из рога изобилия, нет. Но все-таки итальянцы, они открыты, они часто, они делают комплименты, поэтому мне на ароматы делают комплименты, и этот тоже один из комплиментарнейших ароматов. Все, друзья мои, не хотела затягивать пятерочка, но чувствую, что как всегда увлеклась. Спасибо всем, кто дошел со мной до конца. Пишите в комментариях, какие у вас на жару такие нехарактерные ароматы, которые обычно уносите зимой, но в жару тоже вот они пошли у вас хорошо. Буду рада обратной связи, если что-то понравилось, ставьте лайк, мне всегда это очень приятно. Ну, а мы с вами увидимся очень скоро в моих новых видео, надолго не прощаюсь. Как всегда, всего вам самого замечательного, всех вас люблю, всех целую, всем пока, мои дорогие.